Всем привет! Это прочитанная октября третья часть. В этом выпуске будет только три книги, потому что, в принципе, если бы я их растыкала по двум прошлым эпизодам, то они бы были очень длинными, я бы сошла с ума, я этого не хотела, поэтому в этот раз будет всего лишь три книги. Книга, которую я забыла рассказать в прошлый раз, это Рольд Даль ведьмы. Рольд Даль очень знаменит своими детскими книгами, и я не понимаю, почему. Ну, в принципе, Матильда, мне можно сказать, еще понравилась более-менее. И я решила, что, возможно, просто Матильда, это был не лучший выбор для знакомства с автором, хотя все говорят об обратном. Я решила прочитать его Ведьмы, тем более, что тогда, в общем-то, близился Хэллоуин. Я думаю, ну, прочитаю о ведьмах детскую сказочку заодно и пойму, нравится мне все-таки роль Даль или нет. И я поняла, что это все-таки не мой автор, не мой детский автор, потому что Ведьмы мне совершенно не понравились. В общем, сюжет этой детской книги в том, что на Земле на самом-то деле существуют ведьмы, они между собой общаются, и они убивают детей, потому что они очень ненавидят детей. И вот наш главный герой со своей бабушкой приезжают на отдых и застают сборище ведьм, которые собираются уничтожить всех детей на планете, и вот наш мальчик пытается им помешать. На самом-то деле, вот в этой книге нету изюминки, вот вообще никакой изюминки. Если говорить, если вот вы мне скажете роль Даль, ведьмы, то мне вот вообще даже ничего не приходит в голову, разве что, да, скриншоты с фильма. Оказалось, что был такой фильм, снятый по книге, где эти ведьмы действительно для детей довольно страшно. Этих ведьм изобразили, такими очень неприятными. А в остальном, о книге у меня не осталось совершенно никаких воспоминаний, она совершенно пустая, проходная, ну, я думаю, что была бы я ребенком, мне бы она тоже не особо понравилась, то есть не знаю. В общем-то, я поняла, что все-таки роль Даль не мой автор, и что знакомиться с ним не стоит. Кстати, вот меня еще интересовала его личность, потому что в списке 200 книг по версии BBC очень много его произведений, и я думаю, почему же он заслужил такую, прям, такой почет в этом списке, до сих пор не поняла. Следующая книга, которую прочитала, это Люси Невилл о Мексико. Как здесь написано «Романтический травелок». Я очень люблю книги о путешествиях, особенно если эти книги написаны просто, то есть без излишней занудности, описания каких-то достопримечательностей, потому что, честно говоря, я сама могу спокойно зайти в гугл, посмотреть картинки этих достопримечательностей, мне даже не надо будет читать их описание. Я вот именно больше люблю саму, вот я в этих книгах ищу скорее больше такую вот забавную манеру изложения. Мне нравится, когда какие-то особенности тех стран, в которых бывают наши рассказчики, подмечают и как-то очень смешно обыгрывают. То есть, в общем, я люблю такие книги, когда в них есть юмор. И в этой книге тоже был юмор, мне она очень понравилась. Эта книга о том, как наша главная героиня Люси Невилл, автор этой книги, решает отправиться в какую-то испаноговорящую страну, чтобы подтянуть свой испанский. Ее выбор останавливается почему-то на Мексике. Едет она в столицу Мексики, в Мехико, во второй город в мире по разгулу преступности. Но это ее не останавливает. Она очень полна энтузиазма, она хочет взяться за работу поскорее, найти жилье. Но потом оказывается, что все не так просто, что все, что мы знаем о Мексике, из всяких сериалов, из всяких рассказов, и все вот эти какие-то стереотипы о Мексике, они довольно-таки оправданы, потому что повсюду снуют бандюги. Если ты сядешь в такси, то тебя могут завести и ограбить эти постоянные тако, лепешки, какие-то чили, все острое, чтобы ты не попробовал ужасно острое. Везде такая вот грязь, антисанитария. На улице есть, в принципе, запрещается, а кроме как на улице поесть негде. То есть, в общем, такой маленький дурдом, в котором бы людям, которые любят комфорт, было бы не очень приятно и удобно жить. Но, в общем-то, Люси выкручивается, пытается приспособиться к этой стране, к ее жизни, к ее ритму жизни, находит работу, находит друзей, находит себе молодого человека. Мексика повлияла на нее даже в том плане, что ее жизнь личная стала намного более бурной, чем была раньше. Такие они все эмоциональные, зажигательные люди. Параллельно с этим нам Люси рассказывает немножко о Мексике, о каких-то ее традициях, о каких-то ее особенностях. В принципе, мне понравилась книга, довольно насыщенная информация о Мексике, но если вы хотите узнать Мексику вот именно вот о Мексике, так вот четко, по полочкам, то эта книга вам не подойдет, потому что она все-таки более в таком вот художественном жанре, она более развлекательная. В принципе, я ее прочитала за один день. Такое, знаете, легкое развлекательное чтиво, причем не проходящее мимо вас, а что-то еще после себя оставляющее. Я точно заразилась Люси, и хочется, ну хотя бы не то, чтобы поехать в Мексику, но хочется как-то еще больше познакомиться с этой страной. Уже очень она мне понравилась, хотя, в принципе, описания там были не такие уж и рекламные. Далее я решила все-таки на волне травилогов прочитать книгу «Лондон по Джонсону». Я очень эту книгу хотела. Это прям вот такая долгожданная была для меня покупка. Борис Джонсон — это неугомонный мэр Лондона, который вот он здесь сзади на суперобложке, который разъезжает по всему Лондону на своем велосипеде, чем он очень и славится, что вот он такой абсолютно простой мужик, которому не нужны ни толпы охранников, водителей, слуг. А вот он просто любит свой город, разъезжает на велосипеде. В этой книге неоднократно было часто написано, что я подошел к туристам, спросил, как им вообще понравились те нововведения, которые они застали. Или там вот я стоял на мосту, смотрел на Темзу, а ко мне подошли лондонцы какие-то и сказали, молодец, Борис, ты все правильно сделал, ты классный мужик. В общем, да, поэтому его личность меня очень привлекает, тем более, что за тот период времени, когда он был мэром, он был мэром, Лондон очень поднялся, Лондон расцвел, поэтому вот так же я его еще и очень уважаю. И вот Лондон написал книгу о своем любимом городе, о своей любимой столице, как вообще появился Лондон, с чего он начался, какие люди, личности больше всего повлияли на его становление, на его имя, что Лондон. И Борис Джонсон пишет здесь, каждая глава рассказывает о каком-то определенном человеке, как он повлиял на развитие Лондона, Англии и Лондона в частности. То есть от самых-самых истоков Альфред Великий, Вильгельм Завоеватель, Джеффри Чосер, Уильям Шекспир, и плавно вот идем уже под конец к Киту Ричардсу, Уинстону Черчиллю, Лайонеллу Ротшильду и так далее. Я вообще не поклонник истории, мне история, можно сказать, даже ярый противник истории, мне история совершенно неинтересна, я учила ее три раза, именно учила, то есть от начала до конца, сидела, записывала, все штудировала, один раз в школе, другой раз при подготовке к ЗНО и третий раз в университете. И за все три раза у меня все абсолютно вылетало из головы, все события, но вот не держит у меня голова историю, наверное, потому что мне это совершенно неинтересно, как бы я ее не учила. Мне всегда давались больше точные науки, поэтому вот история прошла мимо меня. И поэтому я также не люблю книги, литературу, в которой очень-очень так именно четко затрагивается история, потому что мне становится дико скучно, я забываю сразу же абсолютно все, очень многие вещи я не понимаю, поэтому я лучше в те дебри не суюсь. Поэтому я немножко побаивалась читать эту книгу, все-таки очень много в ней историй, практически вся книга – это история, но все-таки личность Бориса Джонсона, как писателя, а не только мэра, меня очень привлекла, и мне захотелось познакомиться. В общем, книга мне очень понравилась, вы можете это видеть по тому количеству закладок, которые просто у меня, я столкнулась с кризисом закладок, я сначала потратила все красные закладки, но решила, что вот под книгу они очень хорошо подходят. Пошла, купила себе второй набор, уже разорила канцелярский магазин, что там уже потом не было красных закладок, и мне пришлось уже в конце довольствоваться синими. Вот, то есть книга очень интересная, очень познавательная, действительно, как-то влюбляешься вот в этот город, когда читаешь, чувствуется, что Борис Джонсон – мэр не просто так, а потому что он действительно любит свой город, и он хочет сделать его лучше. И тот юмор, с которым он пишет, то есть он не делает эту книгу занудной. Вот опять-таки, да, повторюсь, если бы это была занудная история, занудное перечисление каких-то исторических фактов и событий, то я бы, возможно, занудилась и эту книгу бы отложила, и не дочитала. Но мне было настолько интересно, у меня прям настолько горели глаза, что я просто не хотела выходить из дома, пока я эту книгу не прочитаю, настолько вот он меня как-то захватил. Вот эта манера повествования, опять-таки, да, лёгкая ирония в каждой строчке, юмор английский, и вот то, как Борис Джонсон высказывает свою позицию. Особенно мне понравилась глава про Кита Ричардса, в которой вот он очень долго сначала рассуждал о том, кто больше повлиял, да, кто более популярен, кто более как-то выделился на музыкальном поприще Битлз или Роллинг Стоунс в Англии, всё-таки пришёл к выводу, что он отдаёт первое место Роллинг Стоунс. Потом он очень долго спорил сам собой, кто лучше Кит Ричардс или Мик Джаггер. Потом он очень долго рассказывал, как он пытался взять у Кита Ричардса интервью и как он стеснялся и смущался, и боялся. Когда слышишь такие слова из уст мэра Лондона, это так трогательно, потому что вот когда смотришь на наших политиков, да, которые думают, что им море по колено, что им всё позволено. В общем, я очень после этой книги ещё больше полюбила Бориса Джонсона как человека, как политика, как историка, как рассказчика. Поэтому я бы очень хотела, чтобы он ещё написал что-то об Англии, потому что книга действительно вот настолько вся пронизана его любовью, что это очень тяжело не заметить и очень тяжело этим не заразить. Вот и всё. Это были последние, наконец-то, мои прочитанные книги октября. Если вы читали какие-то из этих книг, напишите мне. Если вас что-то привлекло, тоже напишите мне. Буду очень рада об этом узнать. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки и пока!